Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава третьей книги царей или царств я для библейского портала экзегет читаю в своем переводе с небольшими комментариями. Ну вот, 13 глава у нас содержит такой очень необычный эпизод. Яровам, царь северного царства, израильского, который отделился от бывшего Соломонова Единого Царства, строит святилище в Байтеле, в Эфиле, как его в старых переводах называют, и приходит пророк для того, чтобы возвестить будущую гибель этого святилища, причем сам потом этот божий человек, как его называет текст, нарушает данную ему заповедь, не останавливаться в том месте, не есть и не пить ничего, и погибает сам, да, как такая иллюстрация к тому, насколько серьезно любое нарушение Божьей заповеди. 14 глава пересказывает, какие события дальше ждут дом Яровама, царя северного израильского царства. В это время заболел Авиа, сын Яровама. Яровам сказал своей жене, прошу тебя, переоденься, чтобы не узнали в тебе жену Яровама. Там, вступай в Шило, там живет пророк Ахия, это он предсказал, что я буду царствовать над этим народом. Действительно, такое предсказание было. И вот у него свои царские святилища, да, он ставит свое святилище в Байтеле, которое, собственно, становится главным для северного царства. Он даже сам там какие-то жертвоприношения приносит, чего царь не должен делать в принципе, но он не верит этому святилищу. Он понимает, что это все такой государственный культ, который сделал он собственными руками, но чего ждать от этого святилища. А вот где-то есть настоящее. Но только, ведь царю же не пристало, если он свое святилище сделал, не пристало ему на равных вот идти со всеми этими паломниками, молящимися. Он не может унизиться так, у него теперь свое святилище, поэтому посылает жену и тайно. Но понимает, что на самом деле там что-то может быть хорошее для него. «Восьми с собой десять хлебов, лепешки и кувшин меда, и ступай к ним, и он скажет тебе, что будет с мальчиком». Вот когда касается своей семьи, своих детей, конечно, тогда люди начинают соображать совсем по-другому. «Так и поступила жена Яровама, отправилась в Шилой и пришла в дом Ахи. Ахи уже не мог видеть, его глаза угасли от старости. Но Господь сказал Ахи, вот идет жена Яровама, чтобы спросить себя о своем сыне, ибо он болен. «Так ты и так, ты ответишь ей, она придет, притворившись, будто это не она». Смотрите, вот Яровам все рассчитывает по-своему. Ты переоденься, ты там притворись. Но если он обращается к пророку, пророк вообще не видит, как она одета, не видит черта ее лица. Да и голоса, наверное, не знает, откуда ему знать. Он у них дома не бывал. Но раз он пророк, то значит, он знает каким-то своим способом. Вот как два способа обращаться с окружающим миром. Вот все рассчитать, сделать какую-то свою интригу, продумать все. Или общаться с Богом, который открывает этот мир тебе. Вот те вещи, которые тебе нужны. А как там кто одет, ну это второстепенные подробности, какая разница. «И когда Ахи заслышал шумы шагов у входа, то сказал, «Входи, жена Яровам, что ты притворил, будто это не ты. Грозную весть возвещу я тебе. Ступай, передай Яроваму, что говорит Господь, Бог Израилев. Я возвысил тебя из народа и поставил правителем над народом моим Израилем. Я вырвал царство у дома Давидова и отдал его тебе. Но ты не таков, как слуга мой Давид, который соблюдал мои повеления и следовал за мной от всего сердца, делая только то, что мне угодно. Ты поступал хуже всех, кто только был до тебя. Ты стал делать других богов или тых идолов. Мне назло. А обо мне и думать позабыл. За это наведу я беду на дом Яровама. Отниму у него в Израиле всех мужчин от мала до велика. Вымету их, как выметают ссор без остатка. Кто умрет у Яровама в городе, того сожрут собаки, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так говорит Господь. Отправляйся к себе домой, и как только войдешь в свой город, ребенок умрет. Оплачет его весь Израиль и похоронит его. Он один у Яровама ляжет в гробнице, ибо в нем одном из дома Яровама нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израиля. И Господь сам воздвигнет царя над Израилем, который теперь истребит дом Яровама. Именно так и сейчас. Господь поразит Израиль, зашатается тот, как прибрежный тростник, и прогонит он израильтян из этой хорошей земли, которую он дал вашим отцам, рассеет их по другую сторону реки Ефрата за то, чтобы наставили они идольских столбов на зло Господу. Он покинет Израиль за грехи, которые совершил сам Яровам, и в какие он ввел израильтян. Ну, слова, конечно, жуткие, особенно учитывая, что это мать ребенка, а не просто жена Яровама. Но вот предыдущая глава каким-то образом нас, может быть, к этому приготовила, что там, где установилось вот некоторое определенное почитание Бога, там в ветхозаветной картине мира самое страшное преступление – это отпадение от этого почитания, это попытка навязать Богу свой сценарий. Ну, потому что все остальное… Давид не безупречный царь, там были всякие эпизоды, прежде всего, с Батшевой, которую он сначала соблазнил, а потом послал ее мужа на верную смерть. Но это именно эпизоды, которые, ну, что называется, не ломают отношения Давида с Богом, они серьезно их омрачают. Но если Яровам говорит, я сам теперь делаю себе богов и сам поклоняюсь им, то эти отношения уже сломаны, с этим что-то совсем другое произошло, чем даже с таким тяжелым преступлением, которое было у Давида. «Жена Яровама отправилась прочь, пришла в Тирцу, едва наступила на порог дома, как ребенок умер. Его похоронили, оплакали все израильтяне по слову Господню, которое было через слугу его пророка Ахию. Прочие дела Яровама, как он воевал, а как царствовал, записано в летописном свитке царя Израиля. Яровам царствовал 22 года и приложился к правоцам, вместо него воцарился сын его, надав». Смотрите, все же сын воцарился вместо него, значит, это пророчество несколько отдаленное, да, то есть Яровам не теряет царской власти, его род не теряет царской власти прямо сразу, но потеряет ее потом. И 22 года правления, что-то же было еще. Войны, строительство, какие-то прочие примечательные события. Ну, как история пишется, да, за 22 года правления одного человека наверняка он сделал довольно много, но это все относительно неважно. Важен только вот этот эпизод, потому что он говорит об отношениях Бога и его народа. «Реховам, сын Соломона, царствовал в Иудее». Это мы, соответственно, в Южное царство переходим. «41 год был Реховаму, когда он воцарился, и 17 лет правил он в Иерусалиме, городе, который избрал Господь из всех племен Израилевых, чтобы наречь над ним свое имя». Мать Реховаму звали Наома, она была монетянкой. Я напомню, что у Соломона много иноземных жен, и, соответственно, это и делает его таким чувствительным к идолослужению. Он так или иначе подчиняется желаниям своих жен и наложниц и участвует в этих культах. И, соответственно, мать Реховаму, его наследника в том числе. «Иудеи творили зло пред Господом, оскорбляя его больше, чем их отцы, грехами, которые они совершали. Строили они себе святилища, ставили идольские камни и столбы на каждом высоком холме, и под каждым ветвистым деревом. Был там и культовый блуд. Теперь они творили те же мерзости, что и народы, которых Господь изгнал пред израильтянами». Культовый блуд, ну, то есть в храмах совершались какие-то оргии. Это было не просто распутство, но часть некого культа плодородия, культа любви, чего-то еще. И вот, собственно, вся дальнейшая история третьей книги «Царство», до конца еще около десяти глав, потом четвертая, она будет ровно про это вот отпадение от некой изначальной чистоты, которая тоже была не очень-то чистой. Да, вот, читая историю Давида и Соломона, мы видим, что язычество там постоянно присутствовало, но были, по крайней мере, какие-то стандарты. Вот эти стандарты постепенно размываются, и, соответственно, исчезает тот стержень, на котором держится это царство. На пятом году царство Нерехавама царь египетский Шишак напал на Иерусалим и захватил сокровище Господнего храма и сокровище царского дворца. Все захватил он, и даже золотые щиты, которые сделал Соломон. Ну, кстати, вот это нашествие фараона, Шишонкун по-египетски, это одно из событий, которые позволяют привязать историю книг царей к хронологии, да, всемирной истории. Там, правда, было несколько этих Шишонков и несколько, видимо, военных кампаний, но тут более-менее все надежно идентифицируется. Но к чему это говорится, да? Не описан ход военной кампании. Египет, конечно, гораздо сильнее, чем израильское или иудейское царство, великая держава того времени, ему нетрудно завоевать, если только он захочет это сделать всерьез. Но речь даже не идет о войне. Говорится о том, что он ограбил то, что собрал Соломон у него с собой, да? И в каком-то смысле продолжение истории о идолослужении, о том, как они впадают в язычество. Вот Соломон собирал, а потом кто-то вторгся и разграбил. Вот так Давид, да и Соломон, по крайней мере, в первые годы своего правления собирали народ вокруг почитания единого Бога, а потом все как-то разворовалось на вот эти мелкие идольские культы, которые в каждой деревне, на каждом холме свои. И, собственно говоря, победа завоевателя, победа захватчика, она объясняется в тексте совершенно напрямую тем, что израильтяне сами отпали. «Вместо них царь Риховам сделал щиты из бронзы, конечно, совсем не та ценность, и передал их начальникам стражи, которая охраняла вход в царский дворец. И когда царь шел в храм Господня, стражники несли их, а потом возвращали в комнату стражи». То есть вот не золото, а бронза, да? Вот такая извечная история. Золотой, серебряный, бронзовый, железный век. Ну, вот тут даже серебряные проскочили, уже сразу в бронзовые попали. «Прочие дела Риховама и все, что он совершил, записан в летописном свитке царей иудейских». Ну, это источник, как и царей израильских, который до нас не дошел. Очевидно, какая-то придворная хроника, гораздо более подробная. И повествователь не считает нужным перечислять основные события. Тоже ведь много лет, да? Много лет он правил, тоже наверняка много всего было. Но важно лишь то, что имеет некоторое богословское значение для нашего повествователя. Между Риховамом и Яровамом постоянно была война, то есть Южное и Северное царство. И приложился Риховам к правоцам и был похоронен с отцами своими в городе Давидовом. Его мать звали Наома, она была монетянкой. Второй раз то же самое упоминание, очевидно, потому что достаточно важно, что это было все-таки одной из причин отпадения Соломона от Единобожия и распада царства как итога. Вместо него воцарился его сын Авиям. Ну а что с ним было, это 15 глава.